Реконструкция четвертой очереди набережной идет по графику. Завершился ремонт подпорной стенки. Объект приводит в порядок к чемпионату мира по футболу. Реконструкция ведется на участке от улицы Осипенко до Силикатного оврага. Протяженность чуть более километра. На стройке трудятся 150 рабочих и больше десятка спецмашин. Сейчас строятся лестничные спуски. Уже сделано полтора километра ступеней. Ведутся отделочные работы на скульптуре латьи. Залит основание амфитеатра на 500 мест. Заканчивается строительство здания хозяйственного корпуса и фонтана. Завершен монтаж всех коммуникаций, водопровод и канализация. После окончания ремонта подпорной стенки началось устройство откосной части. На четвертой очереди набережной заменят асфальтовое покрытие. Установят подъемники для людей с ограниченными возможностями, стационарный общественный туалет. Также здесь обновят освещение и установят систему видеонаблюдения. Работы планируют завершить в декабре 2017 года. На стадионе Самара-Арена приступили к работам по защите металлических конструкций от коррозии. Промежуточный слой выполнен на четверть. Сборка металлоконструкции купола уже близка к финалу. Рабочие смонтировали большую часть из почти сотни блоков. На стройке трудятся почти 2000 человек и больше 170 спецмашин. Работы идут по графику, без заставания. Также продолжается отделка внутренних помещений стадиона и устройство наружных инженерных сетей. Начались представительные работы по благоустройству прилегающей территории. Сносится старое помещение радиоцентра, выравнивается площадка. В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая определит цветовую гамму помещений и фасады стадиона. В Струковском парке срезали все асфальтовое покрытие. Изначально планировалось снять 8 сантиметров полотна, но в процессе объем работ вырос в два раза. Оказалось, что дорожки уложены в три слоя. За месяц рабочие вывезли больше 3000 тонн старого асфальта. Уборка мусора производится ночью, днем завозятся строительные материалы. За два месяца рабочие должны завершить все дорожные работы, положить тысячи квадратных метров плитки, нового асфальта и рулонного газона. В Струковском саду обустроят зоны для занятий спортом, приведут в порядок скейт-площадку. В парке восстановят дорожки, фонтаны, а также площадку для аттракционов. Зимой она будет использоваться под каток. Восстановят летний театр, планируется сделать днем разборные стены, чтобы зимой в театре тоже можно было работать. Для отдыхающих установят скамейки, шезлонги, велопарковку и беседки. Работы в Струковском парке должны завершиться этой осенью. Готовность Фрунзенского моста почти 40%. Подрядчик приступил ко второму этапу на движке пролетного строения через реку Самара. Уже сместили первую из 12 секций, ее длина почти 90 метров. Вместе с первой секцией звено продвинется еще на 41 метр над водой. Пролет состоит из центральной части длиной почти 600 метров и двух боковых. На строительство этого сегмента запланировано 9 тысяч тонн металла, из которых больше двух тысяч уже собрана конструкция. Вместе со сборкой пролетного элемента идет строительство врусля реки Самара. Завершены работы на 4-й и 5-й опорах. Продолжается устройство оставшихся 3-й и 4-й. Они располагаются в бухте Новой Гавы. Также обустраивается насыпь у береговых опор моста озера База. Продолжается строительство съездов на развязках с выходом на улицу Шоссейную на левом берегу реки Самара. На площади Куйбышева продолжаются строительные работы. Там меняют асфальтовое покрытие, устанавливают бордюры и обновляют освещение. Ремонт площади не затронет памятник Куйбышеву и здание Самарского театра оперы и балета, уверяют городские власти. Обновленная площадь во время чемпионата мира по футболу станет местом проведения фестиваля болельщиков. Кардинальных изменений не будет. Площадь Куйбышева – одна из главных достопримечательностей Самары, и она сохранит свой облик. По большей части перемены коснутся скверов. Здесь уложат новый газон, поставят современные системы автополива, обновят тротуарные дорожки. Скверы украсят татуарные фигуры. Принципиально поменяется техническое оснащение. Будут смонтированы новые линии коммуникаций для обеспечения вода и электроснабжения. Рабочий проложит электрический кабель, который будет питать технику во время массовых мероприятий. Планируется, что грандиозное обновление площади закончится в октябре. Продолжение следует...